Познакомился с девушкой в интернете. Начал встречаться на расстоянии, раскручивать на интим, если девушка говорит, что не готова морально после предыдущих отношений. Как длительно поддерживать заинтересованность? Как раскручивать на интим, если девушка говорит, что не готова морально после предыдущих отношений? Как длительно поддерживать заинтересованность? Это два вопроса. Первый вопрос. Познакомился в интернете, начал встречаться на расстоянии. Как раскрутить на интим, если девушка говорит, что не готова морально после предыдущих отношений? Единственное, что мне не очень понятно, что значит встречаться на расстоянии. Это как вообще, что за странный сленг? Но, окей, допустим, просто начал встречаться, как раскрутить на интим непонятность, если девушка говорит, что не готова морально после предыдущих отношений? Важное правило. Никогда, запомните, никогда не говорите до секса с девушками о сексе. Исключение это стиль сексуального провокатора. Но, там совершенно по-другому происходит, то есть, скажем так, когда я говорю какое-то правило, всегда в нем, в теме есть исключение, потому что всегда есть какой-нибудь стиль, который нарушает это правило. Но, если это не сексуальный провокатор, не специальный стиль для общения, где там своя структура и так далее, в классической схеме правило не говорить с девушками до интима. То же самое, вот недавно мне достаточно опытный человек в теме задает вопрос, там одна звезда есть, которую соблазняют сейчас, и значит, как ее развести на групповой секс? Она уже сама там что-то предлагала и так далее. И она говорила о групповом сексе. Есть правило, никогда не говорить о групповом сексе. Даже если вы договорились уже о сексе. Даже если ты с ней договорился, она едет к тебе. Не говорить о сексе. Она вот едет к тебе в ресторан. Ты уже договорился, мы едем после ресторана заниматься сексом. И она едет к тебе в ресторан. И она приезжает, заткнись и не говори о сексе. Говори о чем угодно, только не о сексе. И веди ее к сексу. То есть, дело в том, что когда ты начинаешь разговаривать, важно понимать, сам разговор о сексе не ведет к сексу. Для многих это, наверное, будет просто вау, открытие. Что, как это возможно? Мы думали, что надо сперва о сексе поговорить, а потом мы раз-раз-раз и переходим. Ничего подобного. Нет никакого логического перехода от разговора о сексе к сексу. Не может быть. И часто, когда ты начинаешь говорить о сексе, девушка уже готова к сексу. А ты говоришь о сексе. Ты можешь сейчас заниматься сексом, начать действовать для того, чтобы заняться сексом. А ты начинаешь говорить о сексе. И часто бывает такое, ты начинаешь говорить о сексе, она была до разговора о сексе готова, или она там немножко тебя стеснялась, боялась, могла бы не особо сопротивляться. Если бы ты начал действовать, взял бы за руку, начал целовать, она была не готова к непосредственно твоим атакам, и она бы расслабилась и тебе отдалась. Но ты начал говорить о сексе, она начала задумываться, полезли тараканы, и она тебе не дает. И ты сам как бы себе вырыл могилу. Такое очень часто бывает в теме. Я много встречаюсь с такими ошибками. Просто бери и веди ее за руку молча. Даже если был договор о сексе. Соответственно, раскручивать на интим словами ни в коем случае не нужно. Обычно на интим раскручивают не словами, а действиями. Какие действия нужны для того, чтобы начать переход к сексу? Первое, что нужно сделать, это уединиться с ней. Не надо договариваться с ней о сексе ни в коем случае. Мы сейчас пойдем заниматься сексом у меня дома. Или мы едем в отель заниматься сексом. Просто ведешь ее в отель. Ведешь ее домой. Или сажаешь ее на заднее сиденье автомобиля своего. И начинаешь трогать ее за руку. Говоришь, какие у тебя мышцы напряженные. Давай я тебе сделаю здесь массаж. Разворачиваешь ее. Начинаешь трогать ее. Начинаешь ей что-то говорить на ушко. Какой классный запах. Как мне нравится. Как ты пахнешь. У меня просто сносит крышу от тебя. Начинаешь целовать ее. Зажимать ее. Вот это и есть развод и раскрутка на интим. Никаких других действий вообще. Кроме конкретных, которые касаются перехода к сексу. Да. Никаких слов лишних не нужно. То есть, женщина как следователь. Каждое слово будет использовано против тебя. Ее. Да. С точки зрения вот раскрутки на интим. Поэтому. Да. Ну тут человек сейчас вот прям онлайн пишет, что отношения на расстоянии. Отношения, в которых вы не можете встретиться. В этом суть вопроса. Ну, в том-то и дело, что если у тебя такие отношения, если ты на расстоянии с ней общаешься, да, не надо вообще про интим ничего говорить. Зачем? То есть, важно для соблазнения. Это очень высокая значимость тебя как мужчины. Твоя ценность как мужчины для нее. И дело в том, что когда ты просто с ней болтать о сексе начнешь, тут ты можешь очень сильно не попасть. То есть, может быть такое, что у тебя там попадание, да, и она действительно думает, с кем бы сегодня потрахаться там. Или как я хочу секса там безумно. Или она не фоманка. Но это бывает крайне редко, да. То есть, ты должен попасть конкретно в тип девушки. То есть, бывает такое, человек тыкнул пальцем в небо и попал. Такое тоже он может быть. Начинаешь с ней про секс говорить, она два года без секса. И она мечтает о том, чтобы с кем-то поговорить о сексе с человеком, которого она не знает из сети. Да. И она удовлетворяет этот момент. Но на самом деле для соблазнения важнее это твоя высокая значимость как мужчины. Чтобы она в тебя влюбилась. Женщинам важнее влюбиться в человека. Тогда это держит гораздо дольше. Соответственно, открываем книжку на странице, там не помню какой, технике влюбления, фишки на влюблении. Читаем фишки на влюбление. И ба-бах, она влюблена. Сделали конкуренцию с другими. Сделали крутой образ. Вот эти все фишки гораздо важнее, чем разговор про интим на расстоянии. Соответственно, после того, как она уже влюблена, уже можно с ней встречаться. И можно сказать, что мы хотим встретиться друг с другом. Приезжай и встретимся. И уже после встречи, конкретно на встрече, ты не общаешься ни о чем. Высокая значимость есть, влюбленность есть. Поехали, значит, ко мне в отель домой. Поехали куда-то, да. Там место секса. И дальше ты просто приступаешь к сексу. Все. И вот когда полезут из нее тараканы, допустим, она начинает тебе говорить, вот я так не могу на первом... Вот тогда ты уже начинаешь с ней разговаривать о сексе. Но это не разговор о сексе, а это грамотное переворачивание всех ее тараканов. Лечение тараканов прямо вот, когда вы на месте находитесь. И ты начинаешь говорить, только если ты понимаешь, что сейчас, если не полечить тараканы, то ничего не произойдет. Ничего не будет. Кстати, вопросы я читаю с WhatsApp. Вот, значит, соответственно, WhatsApp у вас сейчас, вы видите, в комментах указан. Также он указан во всех телеграм-каналах, в чате и так далее. Продолжение следует...